Одесса Одесса Зараз проходит децентрализация И очень важно Когда финансовые ресурсы и влада Идут на месте, очень важно Чтобы при этом не произошла Децентрализация коррупции И для этого Нужно сделать, чтобы Муниципалитеты и городские Были более прозорующими И открытие для граждан Самыми слабыми местами для нашего города Оказалась жилищная политика Ноль баллов из шести возможных И социальные услуги, ноль из пяти Также очень слабые показатели по грантам И выделению финансов, коммунальной собственности Профессиональной этики и конфликту интересов Но не все так грустно Например, по показателю информации о работе органов местной власти Мы набрали 6,6 баллов из 10 Тем не менее, сама власть Презентацию исследования попросту проигнорировала Хотя обещали быть Анатолий Бойко отметил Так у нас делается все Сперва обещания сыплются рекой, а потом То, что напрямую предписано законодательством Очень жестко То Одесский городской совет с горем пополам И то далеко не всегда Выполняет Правда, пытается найти лазейки Для того, чтобы и жесткие нормы закона В ту же очередь обойти Что же касается характеристики всей страны То в первую пятерку рейтинга вошли Львов, Кропивницкий, Иван-Франковск, Николаев и Киев Но и это не очень утешительные результаты Ведь у самого прозрачного города Львова Показатели составляют только 59% из 100 В большинстве случаев минимальные показатели были в тех критериях, где была задействована онлайн-система или сайты Местные власти просто не стремятся переводить документацию в онлайн А по критерию жилищная политика средний показатель по стране и вовсе составил 6% Было в нас такое, что мы писали заплаты міськрадам, когда сами не находили какой-то информации И нам ответили, что у нас этого нет, потому что в принципе это не нужно Это и так можно Это, на жаль, показывает, что не то, что не прозорость, а даже не понимание, для чего нужна эта прозорость Тем не менее, для каждого города по всем показателям аналитики и специалисты дали советы Как и что лучше исправить Потому что главной задачей рейтинга является не выявить самых сильных и слабых, а дать толчок властям к развитию Вопрос не в рейтингах, которые сегодня представлены и о которых говорила Екатерина Вопрос в том, что это инструмент, который позволяет привлечь внимание, причем на национальном уровне, к вопросам прозрачности, а точнее непрозрачности в как минимум 100 городах по всей Украине Организаторы проекта не намерены останавливаться только на рейтинге Уже вскоре они хотят провести специальные семинары по пяти самым распространенным проблемам всех городов И помочь развивать прозрачность власти у нас Но всем понятно, что без самих городских чиновников она невозможна Продолжение следует...